всем приветики я хотел бы показать вам как фортнайте можно бесплатно получить боевой пропуск на самом деле все очень просто для этого вам нужно насобирать 1000 вебаксов для этого вы играете три сезона полностью проходите их до конца открывая все страницы и с каждого сезона получается по 300 вебаксов бесплатно то есть со второй страницы 100 вебаксов с 6 100 вебаксов и с 10 100 вебаксов в итоге за один сезон вы получаете 300 вебаксов бесплатно играя три сезона подряд вы получаете 900 вебаксов бесплатно а на четвертом сезоне дойдя до второй страницы вы И получится еще одну сотню веб-баксов, и у вас уже будет 1000 веб-баксов. И в итоге, поиграв три сезона бесплатно, вы сможете купить четвертый сезон уже за веб-баксы. А купив его, вы сможете вернуть то, что вы потратили. К примеру, у меня сейчас вот, как вы видите, 1000 веб-баксов. А это говорит о том, что я могу купить боевой пропуск, потому что боевой пропуск стоит 950 веб-баксов. И купив его, мне откроются все страницы. Я смогу вот, я потрачу, ну, грубо говоря, ну, ладно, 950. Ну, будет даже хорошо, 1000. Будем, грубо говоря, округлим 1000. И вот получаем, на первой странице это все откроется, сейчас оно закрыто, а оно откроется. 100, 200, 300, 400, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. В итоге я трачу 1000, а получаю 1200. То есть, один раз купив боевой пропуск, вам больше никогда не придется на него тратиться. То есть, вы насобирали за 3 сезона 900 веб-баксов, на четвертом сезоне купили боевой пропуск за 1000 веб-баксов и назад получили 1200. То есть, вы мало того, что возвращаете свою 1000, так еще и сверху получаете 200. То есть, вы даже еще и зарабатываете 200 веб-баксов. То есть, свою 1000 вернули и не тратите ее, оставляя ее на следующий сезон. А 200 можете потратить на какую-нибудь эмоцию в магазине, допустим. Помимо того, что вы получаете плюсом 200 веб-баксов к тому, что у вас было, так еще и... И то, это я округлил, а так вы получите 250. Так еще и помимо этого, вы сможете получить много всяких разных красивых скинчиков. Потому что, помимо веб-баксов... Ну и первым делом, что я отсюда заберу, когда я куплю боевой пропуск, это, конечно же, веб-баксы. А помимо этого, здесь еще есть много всяких разных штучек интересных. Вот. Все зависит от того, сколько у вас звезд. Но, кстати, не стоит покупать боевой пропуск, если вы не открыли сезон, все страницы до конца. Потому что, допустим, вы вначале купите боевой пропуск, а потом по какой-то причине не сможете играть. Мало ли, у вас там интернет пропадет или компьютер сломается. То есть, вы купили боевой пропуск, а у вас раз, и, допустим, компьютер сломался. И вы получаете, и играть не сможете. И уже потратили веб-баксы. И поэтому сначала нужно открыть все до конца, как я. Я вот дошел сначала до девятой страницы. До десятой можно уже не доходить, потому что здесь нет веб-баксов. Ну, именно тех, которые я смогу получить с боевой пропуска. А девятую я открыл. И, соответственно, сейчас, купив его, боевой пропуск, я смогу получить веб-баксы. И вот нажимаем «Купить». Купить боевой пропуск. Подтвердить покупку за 950. Момент истины. Боевой пропуск открыт. Мне сразу за покупку боевого пропуска дают персонажа. Вот такую девушку. И дают еще пять звездочек. Мы все это получаем. И в итоге, теперь. Теперь. Вот вы помните, у меня было 1000 веб-баксов. Осталось 50. Что мы делаем теперь? Первым делом мы забираем веб-баксы. У меня было 1000. Осталось 50. Возвращаем потраченное. И это круто. Получив один раз 1000 веб-баксов бесплатных, вы больше никогда... То есть, один раз насобирав на боевой пропуск, вам больше никогда не придется покупать его. Потому что вы с боевого пропуска сможете получить необходимое количество веб-баксов на покупку нового боевого пропуска. То есть, получается, вот сейчас один раз, купив боевой пропуск, я смогу получать его всегда. То есть... И помимо этого я еще буду даже зарабатывать веб-баксы. Я буду возвращать то, что потратил, и еще 250 сверху зарабатывать. И в итоге... Вот сколько веб-баксов. И помимо того, что я возвращаю свою 1200, зарабатываю, так я еще много скинчиков получу. И в итоге вот... Вот теперь смотрим. Все, я получил максимально все веб-баксы, которые есть по платному боевому пропуску. Бесплатно мы не рассматриваем, потому что бесплатно мы и так можем получить без покупки. Вот. А это именно платные. И в итоге у меня сейчас 1250. Как вы помните, до покупки боевого пропуска у меня было 1000. После покупки у меня 1250. То есть, я купил боевый пропуск за 1000, но при этом вернул свою 1000 и сверху получил 250. И вот эту 1000 я оставлю на следующую покупку боевого пропуска, а 250 у меня остается. И то, оно берет 950. И получается, за 950 покупаю боевый пропуск, а 300 у меня остается на покупку каких-то предметов из магазина. Здесь как раз-то и есть. Что-то за 200. Вот, например, какая-то эмоция, там, например, головоломка. То есть, реально круто. Вы можете... Вы можете один раз купил боевый пропуск. Все. Больше никогда на него не тратиться. Просто всегда эту 1000 сохраняйте, не тратьте ее. И все. И теперь, помимо того, что я вернул то, что потратил и заработал, теперь я могу покупать что-то еще. Естественно, всякие эмоции мне не нужны вот такие, типа, потому что это бесполезно. И, в принципе, экранчики тоже не нужны. А вот всякие персонажи, какие-то там мечи. Конечно же, я все это буду покупать. Все, что я буду покупать, это что-то такое интересное. Потому что все эти вот граффити, эмоции, которые он руками так вот рисует, это не очень. Граффити, которые он на стенах рисует, это не очень. Экран загрузки, это тоже не очень. В принципе, и вот такие аватарчики, это тоже не очень. А вот то, что крутое, типа, всякие рюкзаки. Мечи, всякие там мечи, скинчики на оружие. О-о-о. О-о-о. Мне даже еще, я вроде меч купил, а мне что-то еще дали. Честно говоря, я не знаю, что это такое, потому что я первый раз в жизни покупаю боевый пропуск. Я, получается, в Fortnite играл 3 сезона и собирал веб-баксы. А это 4 сезон, когда я играю. И впервые я купил боевый пропуск. И что мне дают сейчас, я особо не особо понимаю. Задание, а задание на выполнение... То есть даются задания, благодаря которым я смогу получать омни-схемы и за них прокачивать, прокачивать вот этого персонажа. Потому что у нее есть стили. И чтобы открыть их, видимо, нужны эти вот как раз-таки... Я не знаю, может быть, я сейчас глупости говорю в том, что, как я уже сказал, я первый раз покупаю боевый пропуск. Но суть в чем? Что первым делом вы тратите звезды на получение веб-баксов. После веб-баксов вы покупаете все, что такое интересное. То есть, например, вот рюкзак, меч, скин на оружие. Эмоции, допустим, такой вот, как сейчас. Всякие дельтапланы. А все вот эти вот штучки, типа аватары и граффити, оставляйте на потом. Если вы когда потратите все свои звезды, вот на все этих персонажей, на все скины, если у вас вдруг останется еще много звезд, тогда уже можно их... Ну, чтобы они не сгорали, потому что когда начнется новый сезон, они просто исчезнут. Тогда можно их потратить уже на все остальное, на то, что на всякое ненужное и некрасивое, просто в коллекцию, вот на все это потратить. Но до тех пор, пока вы еще не знаете, хватит ли вам звезд на все вот это вот красивое и интересное, типа вот персонажей, там всяких мечей, там дельтапланов, до тех пор не стоит тратить звезды, потому что, возможно, вам их еще даже не хватит. Мне кажется, что если я сейчас все куплю, мне и не хватит даже. Поэтому именно дальше уже нужно смотреть. Таким вот образом можно получить боевой пропуск и еще даже на этом немножко заработать веб-баксов и насобирать кучу красивых скинчиков. Это то, чем я хотел с вами поделиться. Ну, а на этом все. Всем пока-два.